Добрый день! Сегодня означается День оборонцов Айчины и Узброенных сил Республики Беларусь. У веншаванні Гомельського областного выканавчага комітета и областного совета депутатау отзначается. Гэтае усінародная свята, увасабляяні парывную совість покаленеў і пераемнасть ратных традиции, самоданная служэння Айчыне, вернасть присязе і воинскаму абавязку. У гэты дзень мы отдаем даніну повагі і удячнасті тым, хто заусёды бярох і працягвае аберагаць нашу радзиму. Для кого абарона свайго дома і Айчыны – першы абавязак ісправа гонору. Сёня ва ўсіх районах Гомельщыны праходзіць ўрачыстаці прымеркаванная да свята. Раніцай ў Гомелі на мітэнг каля помніка дзяўчынам зінітчыцам, ікі загінулі пачас Вялікай Айчынай вайны, сабраліся ветераны, молаці і керавніцтва адміністрацій Чыгуночнах района. Яны ўшы навалі паміць тых, хто змагаўся за абарону беларускай зямлі. Ветераны вайны звернулися до молодого покоління с просьбою быть патриотами своєй родимы і яе надейными абаронцами. Особные слова падяки людям, які зараз заховують мирное небо і незалежності нашої країны. Я хочу пожелати нашій молодежі патриотизма, щоб вони були хорошими защитниками нашої країны. Мир – це таке коротке слово. А скільки нужно було вложити силы, терпення, удачі, скільки погибло наших людей, защищая нашу родину, для того, щоб ми добились цього мира. Поэтому я всем желаю сохранити цей мир в дружбі, щоб вони були хорошими, достойными людьми нашої країны, нашій світлоокій Беларусі. У гэта хвіліна урочистая мероприємства розпочинається на Аллеї Героїв у Гомілі. У 16 годину обласным драматичным театр буде ладзіться урочистый сход і святочный концерт. Падрабязності гэтых і інших мероприємства глядзіться у наших наступних выпусках. У День обаронців Айчына і Узбройных сил Беларусі гостям программы «Задай питання уладзі» на хвалях Радою Гоміль Плюс став воєнный комісар Гомільськай в області Андрей Кривоносаў. Гаворка ішла об гісторіі сучасності беларускай армі патріотичным выхованні молоді. День обаронців Айчына і Узбройных сил у васабляні парынну усувість покаленню, пераємнаць героїчна гамінула гайсучасності. На протягу сваёй гісторі беларусы прымали у делу шматлікіх воєнных конфліктах, змагаліся за свабоду і незалежність сваёй зямлі. На франтах Великой Айчыны вайны загінула більш як 800 тысіч нашых земляків. Для іх обарона Айчыны была не просто обавязком, а священным долгом. У нас час память о подвігах беларускага народу, а так само традицій заховуюць і перадаюць новым пакаленнім. У Гомільськай в області дзейнічая 45 ваєнно-патріотичных класав, дзе навучаюцца більш за 1200 дзятей, некоторые з їх удалейшим зв'яжуть своє життє за армією. Во все времена желающе проходить службу в вооруженних силах как офицерами, так солдатами-сержантами оно імеє определенний свій процент. І це, навіть, зв'язано з тим, як ми, взросле поколення, осуществляємо военно-патріотичне воспитання нашого подрастаючого поколення. Я хочу напомнить вам, що все-таки служба в вооруженних силах – це воїнська об'язанність і об'язанність настоячого мущіны. Сьогодні одзіння Баронцу Айчыны свій 10-гадовий юбілей адзначає Гомірський обласний музей воєнной славы. У першыню для наведвальника ённа чыніл свая дзверы другого ліпеня 2004-го года, але у той час гэта был філіял обласного краєзнавчага музея. А дата істварення уже самостойной установы лічыцца 23 лютого 2006-го года. За 10-гадову історію тут з'явілося шмат унікальних і редких експонатів, отримані знакові узнагороди, проведені унікальні наукові роботи. Що зараз представляє сабой музей воєнной славы, розкажет Дмитрий Котау. Музей воєнной славы предоставляє кожному наведвальнику унікальну махчимось стать свєтком воєнних падзей, які вялися на території регіона со старожитних часів. Атмосфера передається максимально докладно. На момент битцем трапляєш у минуле. У нас вообще був такий пробел у культурі – це нехватка музею. Потому що музей – це единственне учреждення, яке зберігає історію в подлінному віде. Тому у мене така возникла ідея – создати хороший музей. Ну, його називали воєнно-историчний, по-разному. Ну, таке названня воєнной славы утвердилося за ним. І вот ми решили создати такой музей. Вообще, це був проєкт, який сочинен був в дуже короткій срокі, дуже удачний. І оказався дуже популярний. Архівні документи, каштовні фотографії, холодне і огнестрельне зброє, воєнне обмундіровання. У залах собраны, саправді, унікальні експонати. Але головною цікавоць і значності представляють ліси жихаро регіона, які у розді піреіді гістерії змагалися з ворогом за свою родну землю. Євісно, що музей — це все-таки музейний предмет, який розмовляє, ось он розмовляє історі. Тому їх не так багато, ось особено дній історії. Але у нас є експозиція, посвіщена всемі и в том числе включая и Первую мировую войну, и войну гражданскую, и межвоенный период. Естественно, что львиная доля экспозиции, конечно, это Великая Отечественная война. Особливую каштовность мают и предметы новой выставы «Лёс» и «Радзима-одины». И они закранают разные исторические периоды, а так само демонстрируют досягнение музея военной славы. Например, у центральной части зала находятся шинели Папаха маршала Дмитрия Язова, у дельника Великой Отечественной войны и опошнего министра обороны СССР. А вот эта экспозиция присвечена воинам-интернационалистам, які загинули в Афганистане. Шаврон и Побач расповедают про эволюцию белорусской армии с советских часов. Уличваючись, что у червени будет ровно 75 год с початку Великой Отечественной войны, у соседних залах обновляется экспозиция на тему обороны Гомельщины летом 1941 года. Шмат до этого невядомых экспонатов змогуть убачить наведывальники уже праздникальки дзен. Достаточно интересный период, период, который требует новых оценок, новых осмыслений, подходов. Ну и где-то незаслуженно забыт, скажем так, какие-то определенные периоды. Поэтому посредством научных статей, посредством научных концепций и вот их реализации непосредственно в экспозиции мы пытаемся этот небольшой пробел научный как-то заполнить. В 2011 году музей стал лауреатом специальной премии президента Республики Беларусь за духовное одражение. В 2014 году на другом национальном форуме Музея Беларуси гомельщане святковали перемогу в номинации «Патриотичное выхование». И в этом же году установа признана лучшим объектом военного туризма в Беларуси. И это далеко не полный спис досягнений у супрацовников музея. Тут с любовью и повагой протягуюсь пополнять уникальные экспозиции и шакают своих наведывальников. Дмитрий Котов, Яуген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». До инших тем. Державная установа «Гомельские городские оркестры» пропануя гомельчанам наведать концерт для всей семьи. Живую музыку в выконании симфоничного оркестра организаторы обецают зарабить с разумелой навод самым юным слухачам. Премьера отводится уже завтра. Про это и иншие проекты, адресованные молодому поколению, наши корреспонденты доведались на пресс-конференции керавництва «Гомельских городских оркестров». 24 лютого «Гомельским колледжем остатства» имя Соколовского представится сходнюю казку о выконании симфоничного оркестра областного центра. В программе под такой назвой музыканты объединяют створы разных авторов. Увы, некую музыку по души знают все от мала до велика. Деапазон широкий, починающий от музыки русских классиков, заканчивающий творами голливудских композиторов, чьи мелодии учатся в сучасных мультфильмах. В данный момент у нас программа идет «Римский Корсаков», симфоническая сюита Шахерезада и симфоническая поэма Садко. А также музыка Алана Менкен, «Аладдин». Это из мультфильма «Аладдин», который был поставлен в диснеевской студии. Именно музыка с этого мультфильма. Такий проект реализуется третий год за перех. И это не одиная форма працы музыкантов, закриканная привить молодому поколению любовь до живой музыки. Деяность у этого керонку промышает активизовать сегодняшняя ситуация. По словах керонництва установы, в музычных школах областного центра зараз недобор. А те, кто все же поступают и выпускаются из них, не спешаются связывать свое дальнейшее житие с музыкой. Молодежь все больше стала увлекаться какими-то компьютерными, виртуальными играми. То есть электронной музыкой. А вот именно живое звучание оркестра, хотелось бы, чтобы оно просто не ушло в эти модные гаджеты и тому подобные вещи в компьютере. Потому что живая музыка, она действует на людей совершенно по-разному. Как заменить ставление молодежи до живого музычного выконания и поднять прэстыж профессии музыканта, гомельскими городскими оркестрами распочат и новый проект. У новученцев музычных школ заявится махчимость выступить на великой сцене с профессийными музыкантами. Принять удел смогут дети из всей области. Заявки уже принимают. Организаторы плануют провести серию с уместных концертов. Первый из них отбудется уже в конце сакавека. Ганна Ковалева, Валерий Гапаньку, телерады у компании «Гомель». И на гэтым пакули усё. У студии працавала Наталья Игнаценко. Усяго вам доброго и до новых встреч в эфире.